В Ульяновске Это уже 19-й форум молодых писателей и пройден огромный путь. Я думаю, что любой, кто участвовал в этих мероприятиях, со мной согласится. Перед нами никакие не молодые писатели, никакие не учащиеся писатели, никакие не робкие новички, а это люди со своим взглядом, со своим именем, со своими достижениями. Объединение и поддержка молодых писателей, открытие новых имен, а также сохранение единого культурного пространства. Вот три основных цели, которыми из года в год руководствуются создатели форума. Накануне в рамках него состоялась первая острая дискуссия. Участники пытались найти ответ на вопрос, в каком направлении молодому поколению писателей двигаться к своему читателю. Меня что порадовало, все ребята выступали, во-первых, как критики, во-вторых, все ребята выступали и с пониманием того, что сегодняшняя литература вообще мало устраивает читателя, да и их самих. И то, что они стали это понимать, это очень глубокая, вообще говоря, мысль и в какой-то степени наша радость. По мнению экспертов, современный русский читатель хочет понять через литературу, что же происходит в мире на самом деле, без прикрас и не в угоду политике. Я в основном пишу о нашей современности и о нашей провинциальной жизни, но больше о том, как человек преодолевает какие-то сложные ситуации. Это своего рода такие духовные рецепты, как выйти из тяжелого жизненного положения, как что-то преодолеть. Еще одной основной темой, которую обсудить на форуме, станет будущее книг в переплете. По прогнозам специалистов, сохранить бумажный вариант в том объеме, который был он, к примеру, 20 или 30 лет назад, вряд ли удастся. Выбирать электронную версию с каждым разом будут все больше. Сегодня, когда проникновение интернета в стране на 75-80%, я думаю, что в Ульяновске где-то уже процентов 80, доставка текстов – это не такая большая проблема. Мы на грани запуска уже национальной электронной библиотеки. По сути, все библиотеки страны смогут получать тексты в электронном виде. Участников в день открытия форума поприветствовал губернатор Сергей Морозов. Глава региона отметил, что сейчас Ульяновская область претендует на звание книжной столицы мира, а в следующем году у местных писателей появится свой проектный офис. На вас возложена важная, несомненно, особая миссия – сохранение и развитие великого русского языка и литературы. Основу национальной идентичности, позвольте мне напомнить слова президента Путина, мы без преувеличения перед всей цивилизацией несем ответственность за сохранение русской литературы, за ее сбережение, за ее колоссальный гуманистический потенциал. Система мер поддержки талантливых авторов в регионе отлажена давно. В частности, успешно реализуется проект «Литературная филармония». Программа помогает презентовать новые книги, позволяет проводить читательские конференции, персональные выставки и организовывать творческие встречи с ульяновскими писателями и поэтами. Редактор Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ.